Еще совсем недавно кратчайшей прогулкой по Манхэттену было пройти от одной башни Трампа до другой, до третьей. И вот в последние два года эти расстояния заметно увеличились. Бренд Трампа несет тяжелые репутационные потери, запятнан и заметно потускнел. В 2019 году слово из пяти букв исчезло с последнего фасада в комплексе жилых небоскребов на Реверсайд-Драйв. Жильцы потребовали удалить сусальное золото с козырьков и подъездов. Комплекса Trump Place больше не существует. Ранее отель в Сохо вынужден был сменить название. Фамилия президента на логотипе едва не довела гостиницу до банкротства. Нью-Йорк, как известно, штат, где доминируют демократы. Отношения к политике президента крайне негативные. Ну и как результат его бренду здесь нанесен ущерб. Впрочем, эти здания построены Трампом, но ему не принадлежат. Непосредственно в собственности президента девять башен на Манхэттене. Покупка квартиры в них сейчас – это настоящее искусство сделки. По данным сайта Street Easy, в небоскребе Trump International рядом с Центральным парком продаются 18 квартир. По бывшему домашнему адресу президента, Трамп Тауэр на Пятой Авеню, за текущий год продано 12 квартир. Каждый из продавцов понес убытки на 15-20%. Финансовых потерь сам Дональд Трамп от этого не потерпел. Оба здания построены более 30 лет назад и давно окупились. Разговоры ходят такие, что Трампы закрывают свои офисы и фирмы, что просто не могут уже заниматься бизнесом в Нью-Йорке. Но цифры рисуют другую картину. Изучив данные и финансовую информацию, могу вам сказать, что Трампы здесь по-прежнему очень прилично зарабатывают. Комплекс небоскребов на Риверсайд-Драйв отказался от президентской фамилии, но обслуживает здание. По-прежнему Трамп Организейшн. Деньги жильцов текут все в тот же карман, но никто уже не протестует. Президентская фирма, похоже, усвоила урок и меняет стратегию. Эмблема Нью-Йорка – каток в Центральном парке. Имя на бортике едва разглядишь. А еще в прошлом сезоне слово «Трамп» было написано большими красными буквами и служило фоном сотен тысяч туристских селфи. «Каток» не теряет прибыли, наоборот, повысил доходность на 12% за последние два сезона. Стратегия бренда – это куда более сложное дело, чем просто лого. Ну, уменьшили лого на конке в Центральном парке. Ну ладно, этот каток такая достопримечательность, что даже имя Трампа туристов не отпугнет. Посмотрите даже вот на его небоскреб на Пятой авеню. Туда ежедневно приходят сотни людей, фотографируются. Это хороший признак или плохой? Маркос Ириано считает, что хороший. Он говорит, что политика и экономика развиваются циклично. В нынешнем цикле имя Трампа смешивают с грязью. Но это пройдет. Негативная реакция на фамилию Трампа – это не навсегда. Это вещь циклическая. У него ведь дети имеют образование и опыт в бизнесе. Они придумают корпоративную стратегию, чтобы выбраться из этой ямы. Частично новая стратегия уже очевидна – уменьшение логотипа, попытки не раздражать публику. Это все правильные шаги. Для них теперь главный вопрос – коммуникация, какой месседж посылает бренд, какую социальную позицию занимает. Впрочем, как бы ни пытался себя позиционировать бренд Трампа в Нью-Йорке, погоду сейчас делает Конгресс в Вашингтоне. А потому на ближайшее время прогноз мрачный, облачно, без прояснений. Владимир Ленский, Максим Обложенко, Елена Матусовская. Настоящее время.